АРМЕНИЯ Ежедневно по всей Армении проходят шахматные соревнования. Сегодня многие из этих юных участников получат разряды и поднимутся на новый уровень. Впереди их ждут большие турниры. Армения известна как шахматная держава, и эта настольная логическая игра – один из самых популярных видов спорта в стране. Ловушка Рубинштейна – комбинация ласкера-мат-легаля. Эти шахматные ходы дети в Армении заучивают с ранних лет. В стране работают бесплатные школы, где юные таланты начинают осваивать игру с пяти, а иногда и с четырех лет. Я очень люблю шахматы, уже знаю, как ходит слон, и выучил буквы. Шахматные школы есть во всех административных районах Еревана. Всего их 12. Первая появилась в 2013-м. Спустя два года открыли школу в Нор-Норке. Здесь занимаются более 200 юных шахматистов, многие из которых уже достигли впечатляющих результатов. У нас много достижений. Был чемпион Армении, потом вторые и третьи места. На юношеских соревнованиях мы обычно в тройке лидеров. Советский шахматист и чемпион мира Тигран Петросян говорил, не все станут выдающимися шахматистами, но никто не пожалеет, что играл в шахматы. Этот спорт развивает мышление и умение просчитывать на несколько шагов вперед. Армения активно инвестирует в интеллектуальное развитие молодежи, акцентируя внимание на шахматном мышлении. С 2011 года игра обязательна для учеников со 2 по 4 класс. Всем известно, что в начале обучения в школе ребенок переживает кризис. На помощь приходят шахматы. Дети любят играть, а эта игра помогает активно развивать поведенческие способности, тренируются память и другие навыки. Республика первой в мире включила шахматы в школьную программу и активно делится опытом. Методики преподавания переведены на многие языки. Специалистов по шахматам готовят не только в Институте физической культуры, но и в Педагогическом институте. Один-два раза в неделю наши студенты начинают учиться играть в шахматы с нуля. Мы стремимся, чтобы будущие учителя не только умели играть, но и владели методикой преподавания. В итоге 25% выпускников становятся учителями шахмат в школах, сдавая экзамены и получая лицензию на преподавание. После включения шахмат в школьную программу в Ереване открылся уникальный научно-исследовательский институт, который исследует методы улучшения преподавания шахмат. Шахматы имеют огромный потенциал для развития компетенций 21 века. Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление и креативное мышление. Они очень разные модели есть, но в основном это эти навыки. И у нас есть исследования, которые, можно сказать, единственные в своем роде, что показывают, что эти навыки, шахматы или шахматные знания влияют на развитие этих компетенций. Идея создания НИИ шахмат принадлежит красмейстеру Самбату Лапутяну, четырехкратный чемпион Армении и победитель Всемирной шахматной олимпиады. Лапутян многие годы возглавлял учебную комиссию ФИДЕ. Сейчас он первый вице-президент шахматной федерации Армении и лауреат специальной премии ФИДЕ за популяризацию шахмат. Моя награда была за то, сколько соревнований. Я провел. А провел я 80 международных соревнований. Представьте, сколько это работы. Европа, Гран-при и так далее. Кроме того, я создал шахматную академию. Есть много филиалов. Мы распространяем этот вид спорта по всей Армении. Ну и, конечно, мы внедрили шахматы в школы. Вы не представляете, как было сложно организовать весь этот учебный процесс. Это надо постоянно изучать, пересматривать. Миру очень много помогает наш пример. К нам приезжают и перенимают наш опыт. В трехмиллионной Армении самое большое количество гроссмейстеров на душу населения – 46 человек. Среди известных мастеров, таких как Левон Аронян и Самбат Лапутян, выделяются и молодые шахматисты. Например, Шант Сарксян. Начав заниматься в 7 лет, уже через год он занял второе место на чемпионате Европы. Турнир стал ключевым в его карьере. В 17 лет Шант получил высшее шахматное звание гроссмейстера, а в 22 стал вторым номером в сборной. Наша любовь к шахматам очень большая. Нужно много трудиться и посвятить себя этому виду спорта. Без этого не получится достигнуть каких-то высот. Даже заключенные из правительных колоний достигают определенных высот в шахматах. Для них ежегодно организуются соревнования. Специально для этих игр арестантов в сопровождении конвоя привозят в Академию шахмат. Здорово, что такие соревнования проводят и среди заключенных. Наше свободное время мы используем рационально, тренируемся в тюрьме. Продвижение шахмат в Армении принесло стране особое признание. Фиде назвала армянскую сборную лучшей командой столетия. Хотя бесспорным лидером считается сборная СССР, жюри отметила, что предпочло внаградить команду страны, которая существует в настоящее время. Наши крупные победы начались с 1983 года. Наша команда вышла в финал, это была история. В 92-м мы заняли второе место. Потом на Филиппинах мы заняли третье место, громко заявив о себе. Конечно, наших шахматистов знали во всем мире. И уже с 2006 года наши спортсмены стали приносить золото. Сегодня наша небольшая страна имеет такую шахматную культуру. Это большое достижение. Армения одержала три победы на шахматных олимпиадах. Последний раз в 2012 году. Тогда команда под руководством Левона Аруняна победила сборную в Венгрии и в Стамбуле. Сегодня молодые шахматисты продолжают этот путь чемпионов. Шахматы, появившиеся в Армении в IX веке, глубоко укоренились в культуре. Для армян это уже не просто игра, а образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok